Большое скопление воды, и эту воду нужно убрать. Воду мы убираем в ливневую канализацию из колодца, прорезаем в штрабу до самой воды. Штраба – это специальная канава во льду. С ее помощью коммунальщики отводят воду из лужи. А их последнее время можно встретить в каждом Вологодском дворе. Чтобы пробить дорогу ручью и осушить территорию, рабочие используют мощную струю горячей воды. Здесь цистерна с горячей водой. Мы берем ее на базе. Цистерна куба 3 примерно. Обшита, чтобы немножко для утепления. Мы ее где-то для работы часа 2-2,5. О, пошло. Вот тут давай дальше прорезай. На магистральных улицах работать сложнее. Водостоки здесь представляют собой специальные трубы в колодцах. За зиму они покрываются толстым слоем снега и льда. Поэтому с приходом весны коммунальщикам приходится трубы прогревать, чтобы вода без труда попадала в канализацию. В настоящий момент в Вологде больше 300 километров коммуникации. Многие участки были проложены десятилетия назад. Поэтому следить за ними нужно особенно тщательно. В тех районах, где канализации нет, помогают открытые канавы. В числе самых проблемных улица Новгородская. Талая вода здесь практически каждый день доставляет проблемы местным жителям. Ездить здесь постоянно, особенно весной все разливается, снега тают, проехать невозможно, приходится объезжать дворами. Накануне вода в этом месте почти скрывала тротуар. Чтобы привести дорогу в порядок, коммунальщикам пришлось прокапывать большую траншею. Лужа-то будет еще больше, машинам будут не проехать. Они уже так начали ездить по тротуару, мешают пешеходам. Естественно, из-за этого все убирается. По последним данным, обслуживанием ливневой канализации в городе сейчас занимаются три бригады рабочих и несколько единиц специальной техники. Но уже завтра их число может быть увеличено. Сегодня на областной КЧС вологодским чиновникам поручились делать все необходимое, чтобы не допустить подтопления городских территорий в период весеннего паводка. В Вологде бывали случаи подтопления наших маленьких речек. Они должны проходить привитивные мероприятия. Убираются те наслоения, которые образовались от каких-то поваленных деревьев, от каких-то поваленной бытовой мебели. Просто надо вовремя все это чистить. Проблема такая существует. Частично проблема уже решена в районе улицы Конева. Еще минувшей осенью там начались работы по углублению реки Шограш. Насколько они окажутся эффективными, станет понятно в начале апреля. Именно на это время метеорологи прогнозируют активное таяние снега. Евгений Осколков, Игорь Трифонов. Новости Вологды.